Запретный плод сладок. Турецкий фрукт, запрещенный Роспотребнадзором, покажется россиянам еще вкуснее. Не стал ли мандарин инструментом политической борьбы, выяснила наш корреспондент Ариадна Кугушева. С 29 октября вход на территорию России турецким мандарином заказан. Цитрусовые попытались пронести через границу пестицид хлорперифос и были пойманы с поличным. Это фосфор, содержащий пестицид, который в воде практически нерастворим. Поэтому простое мытье овощей или фруктов с помощью воды из-под крана здесь не поможет. Однако хлорперифос легко гидролизуется в сильно щелочной среде. Поэтому если тщательно помыть фрукт с помощью хозяйственного мыла, а также руки помыть с помощью хозяйственного мыла, то вы можете получить положительный результат. В портах Туапсе и Новороссийска ранее были задержаны 12 партий особо опасных фруктов из Турции общим весом 218 тонн. Сейчас запрет распространяется на мандарины лишь одной компании. Но в СМИ просочились тревожные предположения. Буквально вчера появились сообщения о том, что украинские вооруженные силы совершили отстрелы. Позиции Донецкой Народной Республики используют турецкие летательные аппараты, беспилотники. По странным сочинениям обстоятельств, буквально в следующий же день Россия обнаружила пестициды в партии турецких мандаринов. Я рискую предположить, что это определенный сигнал Турции со стороны России, то есть о том, что Россия не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось против позиций Донецкой и Луганской Народной Республики. Если этот сигнал будет проигнорирован, Россия может ввести санкции против других турецких товаров, и тогда вот уже потери у Турции будут действительно достаточно существенные. Потому что сельскохозяйство – это очень большая статья экспорта именно Турции. Некоторые авторы склонны переносить экономические разногласия, в том числе вопросы, связанные с ограничением определенных продуктов питания из Турции с политическими разногласиями. Но я в этом случае не согласен с такой позицией. Я считаю, что на данный период времени пока рано говорить о введении каких-то жестких экономических санкций или начала введения жестких экономических санкций. Скорее, это частный случай, связанный с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Нуждается ли Россия в турецких фруктах? Садоводы-любители охотно делятся в интернете советами о том, как вырастить мандарины даже на своем подоконнике. Чисто теоретически мандарины можно выращивать и в Российской Федерации. Лучше всего для этого подходит, скорее всего, Ставропольский или Краснодарский край. Возможно, некоторые регионы Северного Кавказа. Вопрос, выгодно ли это и готовы ли российские селекционеры готовить соответствующие сорта, адаптированные к условиям нашей страны. Мандарины не инструмент политической борьбы, считают в Минсельхозе Турции. Однако ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, и другие страны будут счастливы занять ее место на фруктовом рынке, считает экономист Казанского университета. Ариадна Кугушева, Универньюс.